Всем привет! Сегодня поговорим о дебяновском издании Linux Mint. Сейчас доступны для скачивания сайта linuxmint.com две версии. Вот идем в отдел загрузок lmde linuxmint dbm и вот доступны для скачивания cinamon e-made. Ну вот нажмем на cinamon. Здесь значит можно скачать по торренту. Здесь надпись не забудьте проверить ваш изообраз. Можно значит качать по торренту, можно качать по стране в которой вы находитесь, с ближайших как говорится серверов. Ну в частности вот можете посмотреть на список стран довольно таки большой. В нем присутствует и Россия. Через яндекс команду можно скачать. Ну и допустим если вы качаете через Россию вот нажмем сюда открыть в новой вкладке. И как видите сразу идет указание куда скачивать. Выбираете папочку куда скачать там на рабочий стол или в отдел. Ну возьмем скачаем по торренту. Вот так вот нажмем. Сохраним образ на рабочем столе допустим. Вот он моментально скачивается. И при помощи программы загрузчика торрент файлов. Значит это может быть и на винде и на макинтоши и на любом линуксе. Попробуем значит все это дело закачать. Открыть. Начать за качком сразу. В отдел загрузок все это дело пойдет. Ну и пусть себе как говорится качается на здоровье. А мы подождем. Итак загрузка закончилась. Вот появилось окошечко что она закончена. Ну что мы можем сделать. Посмотреть где у нас этот файлик находится. Вот так вот мы можем нажать. Открыть папку. И в загрузках поискать LMDE 2.201.701. Ну похоже что здесь только вот один есть такой файлик. Вот он он. Загрузка 22 апреля. Тоже хороший ориентир. 22 апреля. А вот теперь итак образ скачанный. Я обычно контрольную сумму не очень-то люблю проверять. А сразу проверяю изо файлы на виртуальной коробочке. Вот у меня есть тут свободное местечко. Я просто поменяю здесь образ на загрузку. Вот оно. Откроем его и запустим. Образ у нас загружался довольно-таки долго. Минутку полторы или даже две. Ну по крайней мере как говорится загрузился. Плюс вот смотрите сами органы. Образ эластичный. Нормальный. Для меня в принципе этого уже достаточно для того, чтобы записать образ на флешку. Значит ну запись в линуксе и винге несколько различные. И там и там существуют самые различные программы для записи на флешку. Ну рассмотрим применительно линукса. В линуксе значит ну первым делом обычно что я делаю. Вот у меня есть флешечка на 4 гигабайта. Значит я сейчас ее расформатирую. Здесь я обычно выставляю ни буквы, ни английский, ни русский, а просто три цифры. Самый лучший вариант. Здесь значит заведем пароль. Я во всех своих последних сборочках делаю пароль самым коротким, единичкой. Таким образом значит успешно флешка отформатирована. И теперь на эту чистую флешку из отдела загрузок выбираем наш файлик. Он у нас будет находиться вот здесь. Вот оно. Мы можем сейчас посмотреть сколько он места занял. Полтора гигабайта. И плюс опять таки дана текущая дата. Вот 22 апреля. Вот. Значит ну что я обычно делаю. По этому файлику правой кнопкой мышки. И вот сразу я чем люблю текст файловый менеджер NEMO. В нем в менюшке сразу имеется такая вот программа для записи сразу на флешку. Создание загрузочного USB накопителя. Или создание загрузочной флешки. Нажимаем записать. Заводим единичку. Дурацкое словечко. Аутентифицировать нажимаем. Уж проще было бы окей написать. Да и все международное. Короткое слово. Всем понятное как говорится на всех языках. Вот. Ну ладно. Свяжем это с особенностями. Значит. Наших русских горе переводчиков. Которые не могут нормальные эквиваленты подобрать. Хотя конечно печально. Я считаю что это издевательство над русским языком. Не надо городить огород. Если есть короткое и простое слово. Понятное всем. Его нужно и использовать. И не ломать язык. Ну ладно. Это уже чисто мои, скажем так, пользовательские замечания, предпочтения. С этим жить можно. И так, образ был записан на флешку. Закроем. Я сейчас попробую сортовать с флешки. Если получится, запишу на неё программу для записи с экрана. И покажу как устанавливать образ. Как делать разбиение жёсткого диска. Разметку. И установку этого образа на жёсткий диск. Итак, я стартовал с флешки. На флешке есть программа для записи с экрана. Ну, посмотрим, куда можно установить нашу сборочку. Вот имеется у меня участок неразмеченный. 50 гигабайт. На одиннадцатом разделе. Похоже будет он. Ну, давайте посмотрим. Создадим на нём новую партицию. Здесь можем даже написать LNDE. Добавим. И волшебную кнопочку нажмём «Применить». Итак, программа закончила форматирование раздела. Сейчас вот она обновится несколько. И вот мы получаем, что раздел у нас двенадцатый. На который мы и будем устанавливать сборочку. Linux Pinsonomon. Земляновское издание. Вторая версия. Ну, ладно. Значит, запомним двенадцатый раздел. Ну, а теперь пошли на установку. Вот нажимаем дважды. Кликаем по значку «Install Linux Mint». Выбираем страну. Ну, выберем Россию. Российская Федерация. Вот эту вот выберем. Вперёд. Ну, я нахожусь в Англии. Менять ничего не буду. Раскладку клавиатуры. Значит, лучше выбрать английскую. Ну, я выбираю «Соединённое королевство». Вперёд. Имя пользователя выбираю самое простое. Вы потом всегда можете и имя пользователя себе поменять, и пароль. Всё сделать по вашему усмотрению. Здесь делаю пароль для всех. Самый короткий. Единичку. Автоматический вход. Имя компьютера. Ну, что, PC. Персональный компьютер. Коротко, ясно и просто. Можете даже выбрать себе, поставить какую-нибудь другую картинку. Ну, допустим, котёночка такого. Вперёд. Здесь какое-то время, значит, ждём. А затем, вот видим, что, значит, у нас имеется вот 12-й раздел. Правой кнопкой мышки по нему кликаем. «Изменить». Выбираем точку монтирования. Вот такую. «Слэш». «Форматировать». Ну, что, в «Extension 4» наиболее популярный на сегодняшний день линусовский формат. И нажимаем на кнопочку «Вперёд». Идёт сообщение, куда спрашивают загрузить. Загрузчик. Да, на раздел «SDA». Потому что вот у нас этот раздел. Жёсткий диск наш называется «SDA». Если у вас по-другому называется, то тогда в менюшке вам нужно будет выбрать, на какой раздел вы там хотите поставить. И дальше нажимаете кнопочку «Вперёд», «Forward». Значит, ну, здесь идёт сообщение, что будет установлен загрузчик на раздел «SDA». форматирован 12-й раздел будет в формате «Extension 4». Что раздел «SLOB» будет ремонтирован. Вот. Ну, и сам раздел, он опять-таки будет ремонтирован на 12-й раздел. Нажимаем кнопочку «Применить». И пошла установка операционной системы на раздел «Жёсткого диска». В конце установки получаем финальное сообщение, что установка завершена, и, значит, не желаете ли вы перезагрузить компьютера. Нажимаете на «Yes», компьютер выключается, вынимаете флешку и пытаетесь стартовать с этого раздела, на котором установили жёсткий диск. Я пока нажму на «Нет». Почему? Потому что хочу показать. Вот иногда при загрузке, если у вас не будет система грузиться, то тогда нужно будет опять снова зайти с флешки. Вот сейчас у тебя загрузочный раздел установлен, написано «Boot», флаг стоит на Linux 17.2, а вам нужно будет вот зайти сюда, «Управление флагами», и вот поставить этот флажочек бутовый, загрузочный, чтобы словечко «Boot» переместилось вот сюда. Вот таким вот образом. Ну ладно, значит, следующая часть видеоролика будет уже с жёсткого диска компьютера. Итак, я загрузился с жёсткого диска. Вот традиционное выскакивает окошко «Привисты», которое я вот так всегда беру и убираю, чтобы каждый раз на глаза не мозолило. Уже по следующей загрузке оно выскакивать не будет. Ну, в «Биановских сборах» всегда, лично у меня, были проблемы с подключением к сети. У «Цинамона», к счастью, подключение гораздо легче, но тем не менее, вот смотрите, вот нажмёте левой кнопкой по этому значку, и вот здесь у вас будет выведен список сетей, к которым можно подключиться. Вот. Вы возьмёте, нажмёте там на любую сеть, появится сообщение, что нужно ввести пароль, заведёте сюда пароль, нажмёте кнопочку «Подключиться», и, как говорится, «Подключитесь». Вот практически и всё. Значит, вот сразу видите щит и голубенькое в нём сообщение. Если зелёная галочка, всё нормально, а если нет, то надо ставить обновление. Поэтому сейчас займёмся вначале, я люблю перемещать панель наверх, это мои пользовательские предпочтения, а тем не менее, для вас будет хорошая, значит, возможность. Вот посмотрите сюда. Так, а у меня он даже и реагировать не хочет, да? Ну, ладно. Что у нас здесь? Значит, оптимизировать. Ок. Предлагаю сразу выбрать зеркало, которое находится ко мне ближе всего, по месту лично моему месту жительства, потому что, естественно, что это не Америка. Нажимаю я вот здесь. И вот здесь вот будет указываться скорость загрузки. Как правило, на первых местах, вот на этих вот, стоят зеркала, на которых скорость загрузки наивысшая. Поэтому, естественно, значит, я выбираю или свой английский вот этот сервер, или же, значит, вот все-таки выбираю. Вот еще один тут появился. Ну, причем, сейчас вот посмотрите. Появляется там чемпион, то есть какое-то время надо подождать там 3-5 минут, и выбрать адрес сервера, у которого вот скорость загрузки пакетов наивысшая. Вот у меня сейчас в данный момент, значит, вот появился сервер тут и немецкий, есть и вот, по-моему, французский. Ну, давайте выберем французов, в конце концов. Здесь, значит, выберем базовый, опять-таки, сервер, выберем по тому же принципу. Ну, вот здесь вот пока, значит, стоят все местные английские серверы. Ну, подождем немного, посмотрим скорость. Не очень, так и говорится. Ну, нажмем применить, долго ждать не буду. Нажмем, значит, кнопочку обновить кэш, чтобы тут она все это еще раз проверила. Ну, закончилась проверка, перепроверка, закрываем окошечко. И вот теперь пойдем сразу вот сюда, параметры. И в параметрах я всегда выставляю только первые два уровня обновлений. А вот этот уровень обновлений безопасности не проверены, но считаются безопасными. Подумайте сами, если их не проверяли, то кто же тогда их считает безопасными? Вот тот, кто считает, пусть себе их выставляет. Я пользуюсь обычно первыми двумя уровнями. Первым и вторым. И этого, скажу вам, достаточно, потому что Bebeant сам по себе очень стабилен и пользуется проверенными, скажем так, обновлениями. Проверяем обновления. Тут можем посмотреть даже, что он тут какие-то пакеты скачивает и так далее. Это уже не столь важно. Ну и нажмем на установить обновление. Заведем пароль на единичку. С ужасным словечком Аутентифицировать. Для любителей коверкать русский язык это просто рай. Вот. Ну и теперь посмотрим, что тут у нас рекомендовано. Pigeon. Я им практически не пользуюсь. LibreOffice и Firefox. Ну ладно. Господь с ними. Установим. Снова заводим пароль. И вперед. Итак. Что мы сейчас можем сделать. Попробуем в меню зайти. Настройки. Поищем словечко панель. Потому что программа для записи с экрана. Вот рекордмайк для стоп. Она не дает мне кликнуть по нижней панели. Давайте еще раз посмотрим, где тут ставечка панель. Вот. И, значит, в настройках я хочу сделать ее, во-первых, пошире. Где-то вот так. Под мои глаза. Ну, в принципе, теперь мне остается перенести панель наверх. Вот. Здесь вот вывелось как раз неудобство программы. Рекордмайк для стоп. Он не дает сделать правый. Клик правой кнопкой мышки по свойствам панели. И переместить ее наверх. Поэтому тут придется, значит, сделать, наверное, где-нибудь вот так, что ли. Мне не хочется все равно. Ну, ладно. Я сейчас отключу программу для записи с экрана. Нажму на кнопочку «Измерить панель» и перемещу панель наверх. И так, обновления сделаны. Значит, мы можем все это дело спокойненько закрыть. И теперь, значит, первым делом пойдем и вот здесь вот, в аудио-видео, установка мульти-медиа-кодиков. Нажмем-ка вот эту вот кнопочку. Посмотрим, нужно или нет установить какие-нибудь видео-кодики. Занок пишем «Установить». И пусть он поставит все необходимые кодики на ваш компьютер, чтобы вам потом не было проблем с просмотром видео и так далее. Еще раз хочу всем подчеркнуть, что, значит, вот это видео я делал таким образом. Первая часть я показал, как скачать установочный изообраз с официального сайта, как его проверить на виртуальной коробочке, как записать на флешке. Во второй части, значит, я показал видеоролика, как с флешки сделать разметку жесткого диска и установить на раздел жесткого диска, значит, установочный изообраз официальный «Линуксмит-снамон», «Дебяновское издание», вторая версия. И вот сейчас эта третья часть видеоволика, где я, значит, показываю, значит, как я сделал там обновление. Вот нашел мне досчет, я в программе «Record My Desktop», что когда панель была снизу, кликаешь левой кнопкой мышки, менюшка не открывается. То же самое, панель расположена наверху, все равно левой кнопкой мышки кликаешь, панель не открывается. Ну, тем не менее, ладно. Значит, ну что, изменения применены, нажимаем кнопочку «Закрыть». Что теперь будем делать дальше? Нужно разобраться, чтобы появился вот здесь вот значок «Клавиатура». Значит, я иду вот сюда, иду вот в «Настройки», и здесь поищем «Язык». Языки вот здесь, и есть еще метод «Клавиатура». Вот, «Клавиатура», значит, «Раскладки». И вот теперь сюда спокойненько добавим «Русскую раскладку». И сразу появился значок переключения клавиатуры. Теперь, значит, зайдем в «Параметры», и вот здесь есть переключение на другую раскладку. Я делаю по «Альтшифт». Кому нравятся другие комбинации, вот это вот очень много, можете выбрать то, что вам нравится. Видите, такой богатый выбор для того, чтобы переключать раскладку клавиатуры. Выбирайте те, которые вам нравятся. Я выбираю, как говорится, то, к чему привык. «Альтшифт». Могу проверить. Нажму «Альтшифт». Вот поменялось. Видите, меняется у меня раскладка клавиатуры. Все. С установкой, значит, флажков языков, значит, я это дело сделал. Ну и, естественно, я проверю языки. Значит, язык «Русский регион». Ну вот, допустим, я хочу использовать русский язык, а живу в другой стране. Значит, я «Регион» хотел бы, конечно, поменять, но что-то у меня не очень-то. Так. Ну вот, сообщение отсутствует. Некоторые языковые пакеты. Ну и нажму кнопочку «Установить языковые пакеты». И пусть он их доустановит. Потому что, если уж компьютер делается для людей, говорящих на русском языке, так все необходимые языковые пакеты должны быть установлены. Вот сообщение, что полностью установлено. Значит, тут я тогда могу это дело закрыть. Язык интерфейса «Дата и время» такое-то. «Регион», «Регион». А как же мне поменять? Видите, вот нет такой гибкости, как в «Цинамоле» или «Максмент в «Цинамоле». Не поменяешь тут толком ничего. Ну, ладно. А что на этой вкладочке? Ну, метод ввода, все понятно. Ладно. Не будем сильно подбираться. По крайней мере, языковые пакеты мы установили. Английский язык у нас все равно стоит, русский стоит. Ну, теперь давайте посмотрим, что можно будет еще тут, какие настройки сделать, чтобы настроить уже под себя некоторые параметры, которые вам могут пригодиться. Еще раз подчеркиваю, что, значит, те пакеты, те программы, которые я устанавливаю, я показываю вам свой вариант их установки. У вас он может отличаться. Некоторые пакеты вам вообще не нужны, не ставьте их. В конце я постараюсь сделать из образа сборки со всеми настроенными мной программами. И для тех, кому лень или нет просто времени возиться с установкой всего этого программного обеспечения, могут просто скачать готовый из образ из моей кладовочки, проверить его на виртуальной коробочке. Если все нормально, записать на флешку и флешки установить на жесткий диск. Вот таким вот образом. А так, что у меня сильно много программ. Или наоборот, не хватает каких-то. Есть интернет, есть гугл, есть яндекс. Поищите, найдете пакеты, которые вам необходимы. Поэкспериментируйте, настроите все под себя. Я же показываю наиболее общие программы, которые в процессе длительного тестирования и опросов пользователей были определены, чтобы пользователям было легче настроить все это дело. Итак, я бы хотел добавить на верхнюю панель еще оплет погоды. И там специальная кнопочка есть в меню выхода. Но вот в данном случае, видите, я этого сделать не могу. Я правой кнопкой мышки кликаю по верхней панели и никакая у меня менюшка не выскакивает. Как добраться? Опять-таки, вот идем сюда. Оплеты. Ну, давайте посмотрим через оплеты. Так. Давайте, во-первых, их первым делом обновим. Вот таким вот образом. Потому что получается через панель, так мы через оплеты в оплеты зайдем. Но то, что нам надо, мы поставим. Значит, я выбираю погоду. И теперь вот такое словечко пишу. Офф. Даже двух буковок хватает, чтобы установить вот этот пакет. Нажимаю добавить. Перехожу на вкладочку установленные пакеты. Вот здесь пишу добавить на панель. И погоду добавить на панель. Теперь по-хорошему мне бы, значит, надо настроить оплет погоды. Ну, давайте попробуем его настроить отсюда. Вот. Получить данный фон, скажем так, от места жительства. Так. 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 Есть еще один эстовый вот уход. И теперь пойдем за локализацией местожительства. Пошли. Нажимаем вот здесь эту кнопочку. Здесь вот в клетках республика зависитодательство банкротек. ну естественно вот я выбираю вот этот код я его просто беру выделяю копирую и вот здесь в настройках я вставляю его вставить и у меня сразу вот появляется уже значок погоды вот он видите вот я нажимаю по нему у меня сразу прогноз погоды на 5 дней вперед то есть вот значок выключения тоже очень хороший выключить, перезагрузить там перейти в спящий, ждущий режим и так далее, тоже довольно таки удобная кнопочка, но эти две кнопочки я обычно всегда выставляю значит ну что теперь значит я хочу зайти к себе на кладовочку зайти на главную у меня на моей сборке будет вот значок моего сайта и мои последние видеоролики всегда можете быть в курсе и порыться на вот этих кладовочках в частности у меня на медиа были либо файли команды черри 3 вот оно тут все находятся мои команды очень хорошее вставочное руководство как оказалось для многих пользователей ну и еще раз перейду на симпл скрин рекордер почему потому что мы не до конца не до конца скачали файлик по моему давайте посмотрим показать все загрузки да только торбол а дебяновский файлик мы тогда сейчас скачаем и вот здесь вот у нас будет видим процесс скажем так загрузки то есть скачивается файли команды и видео программа для записи с экрана я потом хочу на нее перескочить потому что и формат тут файлов видео не очень мне как говорится нравится OGL какой-то так сохранить файл всегда для них выполняет такое действие ок и сейчас в файле команды видео скачаем ну тут пока оно качается все а я пока открою вот здесь вот загрузки и посмотрим значит simple screen recorder завершен так здесь команда видео сохранить сверну пока ну что попробуем simple screen recorder поставить пишет не совместимость значит ставить будем из торбола ладно тогда сделаем вот что поставим программу черри 3 к ней подсоединю вот этот файлик команды видео я сейчас вот возьму его скопирую помещу в документы пусть он здесь сидит а мы пойдем значит вот в меню программы обычно в дебяне там в программном софте синаптик сидит а здесь сразу по умолчанию нормально черри 3 здесь значит я заведу словечко черри 3 вот она красавица ну давайте поставим вот установить пусть себе она ставится очень хорошая программа я много лет ей пользуюсь и многим пользователям она очень понравилась потому что позволяет создавать неограниченное количество уровней хотя на практике я больше там чем 2 или 3 уровня никогда и не делал обычно всегда этого бывало достаточно хотя один раз как-то практиковался там даже 20 или 30 уровней сделал и все равно все работало и все нормально работает чудесная программка у меня есть специальный раздел и значит всегда можно посмотреть все видеоролики на данную тему и так программа установлена я закрываю менеджер программ перехожу вот сюда в меню вот она сидит и я сразу ее добавляю на панель пусть она себе у меня на панельке так и будет откроем файлик открыть файл документы и вот этот файлик мы и откроем вот недостаток у программы какой на темно-синем фоне светло-синем цветом данной ссылки лично для меня это дискомфорт я вижу правка параметры ссылки и меняю цвет ссылок синего вот на желтый пишет что после перезагрузки значит изменения вступят в силу а кто же против я не против я снова запускаю программу и вот видите как красиво выглядят все эти ссылочки у меня вот таким вот образом ну ладно теперь программа для записи с экрана значит дебеновский файлик у нас не пошел давайте посмотрим может быть из торбола удастся что-нибудь сделать значит вот торбол распаковать сюда сюда 64 битка и вот здесь они дают вот эту версию ну а запустится и будет ли она работать мы сейчас посмотрим так вот этот файл дебеновский он пишется что работает ну тогда установить пакет когда пакет установится я тогда уже из программы для записи с экрана поветор на бестоп перескочу на программу которая мне нравится гораздо больше она гибче настройках и в разных форматах может сохранять ну что теперь давайте проверим значит я зайду в меню зайду в аудио и видео вот simple screen recorder ну давайте зайдем в настройки что я обычно делаю в настройках здесь всегда значит я пишу профиль юзер что по-английски означает пользователь дальше ну частоту кадров 30 можно 25 поставить особо роли нет а вот пульс аудио никогда у меня не работал зато альса всегда чудесно все работало и вот эту вот конфигурацию я пишу сохранить идем дальше значит указать где хранить файлы и так далее но я делаю ролики для трубы поэтому я делаю youtube здесь я выбираю видео файлик первый называю допустим там 0 1 этого достаточно по умолчанию предлагается формат матроска и звуковой кодек орбис а мне и этого хватит я уже проверял матроска хорошо с данным форматом работает пишу сохранить у меня программа дальше уже готова к записи я пока ее не закрываю а сейчас значит сделаем некоторые настройки звука идем настройки звука вот и вот здесь у меня лично работает хорошо звук достаточно на 65 процентов вам надо будет поэкспериментировать несколько раз сделать пробные записи проверить на каком проценте у вас получается наилучшее качество и на этом остановиться итак теперь значит я этот ролик заканчиваю и следующую часть ролика я уже буду делать программой simple screen recorder record вот сейчас я уже делаю запись программой simple screen recorder record maestro сейчас полчаса ified головная боль simple screen recorder вот пишет сразу в любом момент можно запись приостановить чего не сделать record maybe stop там пока вот не закончится перерекордировка ничего не сделаешь а если отменишь что потеряешь всю запись ну а так вот программа simple screen recorder значит которую мы скачали с моей колодолочки на меги еще раз показываю вот смотрите linux программы simple screen recorder скачать вот этот тарбол его значит развернуть распаковать и зайти в свою версию у нас вот у меня лично 64 и просто надо установить вот этот дебяновский файлик все не надо больше никаких как говорится телодвижений ставится нормально и все работает нормально вот таким вот образом значит ну что обычно я всегда ставлю еще значит ряд программ поэтому значит что мы сделаем мы зайдем на мегу и посмотрим что тут надо будет скачать из видеоредакторов так вот загрузчики видеофайлов но я обычно скачиваю вот этот файлик а тут выбираю за 2017 год вот эту самую последнюю версию загрузчика видео ставлю ее конки здесь я не знаю какая будет работать поэтому я скачаю и 18 и скачаю 17 посмотрим какая иконочка будет работать дальше ну тут поисковик не нужен привет и пока ну для любителей как говорится русского языка значит я сохранить по умолчанию конки дождем финального сообщения сохранить файл сохранить сохранить и вот еще вот этот файлик скачаем ну вот здесь я уже качаю ubuntu cleaner потому что к сожалению поддержка пылесосика вон тут вид закончилась автор отказался вести дальнейшие разработки и обновления ну человек очевидно устал так репозитории так ну может быть и вот этот файлик качнул может быть он встанет тоже мне нравится так угол хром текущая за 22 февраля ну может быть новые скачаем ладно паром скачаем опять-таки смотрим год 17 вот эту версию качаем куты 5 фс архивер ну давайте последнюю вот эту версию попробуем скачать так супер бук менеджер значит качать будем попробуем вот эту последнюю версию скачать и бук скачаем бук вот эту версию скачаем бук вот эту версию эти программы ставится рядышком систем бак ну систем бак похоже тоже тут идет значит посмотрим как ставится но вот этот файлик Андрея Овчарова обязательно скачаем потому что он исправляет многие погрешности и это нужно сохранить файл выполнять всегда для таких вот файлов с таким расширением так TeamViewer скачаем новый вайбер но вайбер надо будет скачать это для любителей мобильных телефонов программа нужная вот еще для любителей мобильных телефонов программа с отрежения с компьютером хорошая ну и в принципе такие вот файлики самые необходимые я здесь уже отметил для скачивания вот они тут качаются я нажимаю очистить которые уже скачались вот сейчас скачаем только вайбер потом начнем устанавливать необходимые программки которые нам как говорится будут нужны вот посмотрите сколько я говорил программа Record My Bestop до сих пор продолжает делать процесс значит записи и кодировки в свой формат очень она в этом плане скажем так неудобная а я сейчас возьму и проверю как у меня записался этот отрезочек уже в формате матроска программой Simple Screen Recorder ну я проверил все воспроизводится нормально и как видите никаких пауз на перекодировку а этот все продолжает перекодировать дрожжок но теперь уже страху нет потому что Simple Screen Recorder работает нормально и вот здесь я еще обычно люблю доставлять еще один менеджер пакетов называется он Synaptic я его хочу перенести сразу вот сюда вот программа для установки пакетов будет и Synaptic очень хорошие и взаимодополняющие друг друга программы и так скачивание необходимых пакетов закончено теперь значит ну что я заведу тут в строке поиска Google Chrome нажму Enter значит ну вы себя там поищите на русском языке я сейчас посмотрю что тут у меня есть так все что угодно но официального сайта я пока так и не вижу ну ну вот вроде бы как есть ну что загрузить вы поищите через Яндекс на русском языке и все у вас будет как говорится нормально вот качаем вот это дебеновский файлик вот принять и установить вот пусть он его себе и качает процесс загрузки здесь вот отражен еще значит я скачаю такой пакетик скачаю я пакетик SimViewer так 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 да ради бога ну нажму кнопочку загрузить славу лиму вот вот для лбунт и для дебяно качаем вот этот пакетик сохранить файл так у меня почему то проскочил. А, ну да. TeamView здесь идет для 386. Но ставится на 64-битные машины. Ставится нормально. Ну и скачаем еще одно облачное хранилище Dropbox. Dropbox. Оно дает кладовочку небольших размеров, но славится своей надежностью. Так, официальный сайт ищем. YouTube Dropbox. Вот оно. Ну и что? Давай-ка, голубушка, на него иди. Ну так. Загрузить приложение. Идем сюда. Вот, указываем 64-битные для Ubuntu или для Debian. Ну, наберем 64-битные для Debian. нажимаем на 64-бита. Нажимаем сохранить. И приложение. Он может всегда посмотреть. Dropbox начало скачиваться. А TeamView еще продолжает. Ну и мы тут еще скачаем одно приложение тоже и кладовочка, но у очень больших размеров. Нажимаем на 50 гигабайт. Поэтому давайте-ка вот мы на нее пройдем. заберем вот сюда приложение клиент для синхронизации. Выберем 64-битную версию. Выберем так, что у нас тут есть? Mint 18 17 от Debian. Ну, я даже не знаю. Давайте-ка все-таки будем пока по середке стоять. Скачаем в Debian вот этот файлик. Если не будет, тогда поставим версию повыше или пониже. Посмотрим. Вот таким вот образом скачиваются Debian файлики. Видите, как они нормально все-то у них работает. Я пока сворачиваю окошечко. Этот был друг так и продолжает все это перекодировать. Господь с ним. Бог знает, к нам это дело закончат. Я перейду в менеджер файлов. Зайду в отдел загрузки. И мы потихонечку начнем устанавливать скажем так необходимые программы. Simple Screen Recorder я, значит, сделал. Поэтому, значит, я вот просто-напросто удаляю его, чтобы он за ним озвалил. Тиньюер Google Chrome. Ну, давайте поставим Google Chrome. Значит, очень хороший броузер. Значит, я думаю, что практически я на 90% всегда им пользуюсь. Редко когда пользуюсь Firefox, хотя тоже броузер хороший, завис от привычки. но у меня Google Chrome и мой аккаунт на Gmail, они хорошо синхронизируются, поэтому я практически пользуюсь им. Ну, пишет, установка завершена, но я жду уже финального сообщения. вот. Эта версия установлена. Я, значит, закрываю это дело и, значит, иду вот сюда в менюшку интернет и правой кнопочкой мышки добавляю его на панель, потому что эта программа у меня, скажем так, одна из первейших. Значит, ну что, стартую я эту программу, тут вот первый раз окошечко, пароль и так далее. Попробуем-ка без них, чтобы потом они у нас уже больше не выхакивали эти сообщения. Вот появляется, значит, менюшка и здесь, значит, ну, предлагается, значит, войти, если у вас есть аккаунт, ввести пароль свой, email, если нет, то зарегистрироваться, мне пока это не надо. Так, единственное, что я сделаю для пользователей в настройках, вот, ранее крутые вкладки, показывать всегда главную страничку, страница быстрого доступа, но я обычно делаю Google. Ну, точку наберем, допустим, RU. Вот эти галочки я обычно снимаю. Затем, значит, бегу в расширение, еще расширение, и, значит, ставлю здесь практически, ну, скажем так, два расширения. Первое, заведем словечко Magic, остальное появляется само Magic Actions for YouTube. Отмечая галочкой, только расширение меня интересует, вот оно. Вот его и ставим. Установить это расширение. Аккаунт он думает, а добавим в Chrome установить установленное. Идем настройки. Здесь, значит, я иду в настройках, выставляю 1080, у меня хороший экран, хорошее разрешение дает. И здесь, значит, я делаю, отмечаю отмечаю галочку Speed Booster, ускоритель скорости, скажем так. Все остальное оставляю обычно как есть. Вот этот значок и поставим сейчас еще одно расширение, оно называется отблок, то есть блокиратор скажем так, ненавязчивой рекламы. Установить. А здесь еще поищем вот такое словечко, поищем расширение Proxy. Ну вот, выбирайте любое, в принципе, что позволяет эти расширения. Значит, особенно это актуально для жителей Казахстана, которые не могут с Меги ничего скачивать, потому что между Казахстаном и Новой Зеландией почему-то оказалось очень большая любовь. Используя это расширение, можно спокойно скачивать с моей кладовочки на Мега различные мои там сборки и файлы. То есть расширение Proxy предназначено для снятия блокировки различных стран, которые считают, что по каким-то причинам жители этой страны не могут куда-то выходить в интернет там и искать, что им нужно. Вот, я противник такого подхода к запрету на информацию. Ну, это уж дело, как говорится, совести тех, кто эти ограничения, скажем так, накладывает. Вот и все. закроем другие вкладки. Ну, и здесь ну, сейчас я сделаю закладочку на свой сайт и у вас уже на сборке этой проблемы, как говорится, не будет. Единственное, я длинное это название поменяю просто на AR панель закладок вот он здесь. и второй, значит, что я сделаю да, вот сюда скопирую этот адресочек вставлю его вот здесь. Вот таким образом вы можете сделать в закладке помещать любые веб-странички, которые вы по тем или иным причинам считаете, что будете использовать часто. Нажимаете на значок вот этот, добавить в закладку. Здесь можете поменять, я, допустим, пишу обычно AR-черточка видео куда на панель закладок и вот он уже здесь, как говорится, появился. Теперь можете, как говорится, закрывать, можете открывать, но все у вас уже здесь будет настроено. Значит, единственное, что вот для того, чтобы быть зарегистрированным, нужно войти, установить свой почтовый адрес, свой пароль и у вас тогда уже будет идти синхронизация таким образом. Настройка, вот, нажмете здесь, будет синхронизация, там нажмете окей и все у вас все ранее ваши бывшие там закладки синхронизируются. Я этого делать не буду, потому что делаю сборку, как говорится, и выкладываю для общественного просмотрения, поэтому, естественно, мои там пароли не нужны. Так, пошли дальше. Значит, этот дроп так и продолжает шифроваться. За это время я несколько раз прерывал программу Simple Screen Recorder, затем снова начинал, а в данном случае мне бы пришлось там по часу или по два ждать, когда он все-таки соизволит заковеровать все это дело в свой формат и прочее. Ну, ладно, у нас есть, значит, загрузки, Google Chrome, значит, я убираю, потому что мы его уже поставили. Так, ну что, давайте установим программу, значит, TeamViewer. При помощи этой программы пользователи могут друг другу помогать, находясь в разных точках планеты, используя эту программу, обмениваясь паролями. Я вот недавно одному пользователю, по-моему, даже из Кыргызстана или еще откуда-то, значит, помогал человек, сказал мне, вы знаете, я до этого даже и не знал, что есть такое дело, скажем так. Просто был, скажем так, человек приятно удивлен. Ну, и, как говорится, ничего. На свете каждый раз есть чему удивляться. Затем поставим Dropbox, затем поставим, попробуем, вот, надо будет посмотреть, какая версия некий будет работать. Поставим программу через терминал для мониторинга системы так называемые коночки, пользователи любительно называют, уменьшительно называют их коньками, ну, и ряд других программ. кстати, конки. Вот в моем файлике, вот здесь вот поисковое словечко заводим, конки, нажимаем Enter, и поищем там, где встречается, ну, давайте посмотрим, есть ли тут команда для установки коньков. есть, ну, и лазненько откроем терминал, мы попробуем туда скопировать первую команду, посмотрим, вас примет или нет он, так, не хочет все сразу делать, ну, давайте посмотрим, в чем дело, sudo apgat install f, ну, ладно, давайте тогда, вот так, что мы ставили, terior, ладно, коль рекомендует, давайте напишем sudo apt, сокращенно от applications, get получить, минус fig зафиксировать, давайте посмотрим, пароль, да ради бога, не хочет, ну, ладно, закроем пока, не хочет, так и не хочет, так, не будем на этом сильно заморачиваться, можно еще раз будет сделать попозже, а мы сейчас все-таки займемся, так, можно или нет установить программу TeamViewer через менеджер программ, ну, давайте напишем TeamViewer, мы пойдем тогда в синаптик, да ради бога, даже не хочет ее искать, правка исправить пакеты с ошибками, в начале наверное нужно было все это дело обновить, давайте пока все это дело обновим, то есть видите, всегда при, скажем, установке и настройке любого официального образа Linux иногда бывает вот всякие, скажем там, нюансы, которые, значит, просто нужно не бояться, а стараться их исправить, ну, сейчас подождем немножечко и дальше там продолжим, ну, вот сейчас я попробую правка исправить пакеты с ошибками, применить, ну, подождем, после исправления пакетов с ошибками вот у нас TeamViewer появился, но мы возьмем его, ага, он даже не хочет для повторной установки, ну, ладно, давайте проверим, будет ли он запускаться вообще или нет, меню, интернет, TeamViewer, ну, давайте, проверим, так, принять соглашение, этот закрываем, этот закрываем, ну, вот, TeamViewer это у нас сейчас работает нормально, ну, и прекрасно, пойдем дальше, значит, TeamViewer установили, вы можете куда-нибудь там к себе вкладывать, вкладывать эти пакеты, вот, Dropbox, так, Viber, WhatsApp, Superbook, так, а я почему-то не вижу Mega, вот оно, ну, что, давайте проверим его, потому что кладовочка это хорошая, похоже, что она у нас установится, пишет одновременно, могут быть запущен только одна программа установки пакетов, все понятно, у нас запущен менеджер пакетов, я его закрываю, нажимаю установить пакет, и вот теперь он, как говорится, будет устанавливать нам кладовочку на 50 гигабайт размером, кто зарегистрирован, тот просто заведет свой электронный адрес, и пароль, и все, кто не знает, зарегистрируется, там все на русском языке, вот, очень хорошее и объемное, скажем так, хранилище, убираем ее, так, ну что, проверяем тоже важную программу, SystemBug, вот этот SystemBug я сейчас распакую вот сюда, здесь находится файлик от Андрея Овчарова, так, вот здесь вот, я поищу, вот у кнопки программы SystemBug, посмотрим, будет ли дебя у нас принимать эти репозитории или нет, если что, тогда будем ставить из Старбола, единичку в пароль заведем, пишет, что не поддерживается, ну, если не поддерживается, значит, что, будем тогда ставить файлик из Старбола, ну, в конце концов, перекодировку, программа RecordMyBestop закончилась, горем пополам, ну, слава тебе, Господи, вот, причем она записывала как-то не совсем, скажем, удобным образом, так, давайте-ка посмотрим в загрузках, надо тогда нам поискать, так, это был халик Андрея Овчарова, нам нужен, очевидно, SystemBug, Дебяновский, или, так, попасть на него можно, ну, давайте поищем, где есть Тарбо, и через него попробуем эту программку поставить, хотя, можем поискать, конечно, и через менеджер программ, но без разницы, давайте-ка вот так вот сейчас напишем здесь SystemBug, программа нужная, позволяет создавать надежные копии текущего состояния своей операционной системы, ну, вот, и Dbian, и Linux Mint, они не очень-то чешутся, чтобы эту программу официально признать, программа вам спасет очень много, как говорится, не нужно работать, там, по установке, переустановке своих операционных систем, это попозже, вот она есть, где открыть новые вкладки, и вот здесь я иду сразу куда, вот, файлы, значит, ну, последняя версия, естественно, значит, тут вот такой есть, а есть еще пакеты вот такие установочные, ну-ка, давайте-ка посмотрим, это еще что за чудеса такие, не понял я, торбал, ну, ладно, так он грузится, я отскочу снова назад, читаем полностью их название, ну, ладно, давайте посмотрим установочный пакет, что там будет, так говорится, видно в этом пакете, значит, вот, показать все, заканчивается загрузка пакета, показать впадки, ну, где-то у нас систембат, вот он, он, да, ну, давайте сюда вот его распакуем, зайдем в него, пакеты, там, ля-ля-та-па-ля, ну, давайте посмотрим, откроем, здесь вот эту штучку, тут, давайте-ка с корневыми правами сделаем так, с уюзоведу, то есть пользователь, пароль свой сюда заведу, и возьму какой-то файлик, я ли, наглым образом вот сюда вот перетащу, нажму-ка я, enter, и тут он просит, значит, выбрать, ну, у меня девяновский файлик восьмерка встал с меги, значит, давайте я выберу цифру 5, и пусть он попробует ее установить, посмотрим, пока он там ставит, я посмотрю, что тут за пакет у него есть, нужно было, наверное, сразу ставить вот этот девяновский файлик беспроблемно, еще и с поддержкой загрузки ефи, и тут можно было поставить локалку, ну, ладно, то есть, видите, какие варианты, мы просто взяли файлик, перекачили его в терминал, но можно было попробовать установить вот просто два девяновских файлика, вот этот и вот этот, тем не менее, давайте посмотрим, будет там что-нибудь работать или нет, я это выводил загрузки, вот этот файлик я вчера приготовил сразу, здесь, значит, system bug мы заведем, вот оно, он нам будет нужен часто, давайте-ка мы его добавим на панельку, так, ну что, все на русском, это уже радует, но тем не менее, пойдем вот сюда, пойдем в настройки, в настройках я всегда отмечаю галочку создать образ изо автоматически, тут, значит, языковые там вещи никакие там не даются, хотя, можно, значит, там определить язык, как, допустим, русский, ну что, тут вроде бы нормально, проверим, нет ли каких крака, зябров, создание системы лиф нажмем и создать новую, для чего поясню еще раз нужна эта программа, вот на моем сайте, вот здесь, вот есть раздел программы, так, вот, программа SystemBug, вот, откроете, и по ней я сделал все время очень много видеороликов, любую из них можете смотреть, как говорится, и изучать, в двух словах, программа SystemBug позволяет создавать резервные копии текущего состояния системы, то есть, на данный момент те программы, которые я уже установил, они и сохранятся, и если что-то случится, то я могу всегда восстановиться из резервной копии, причем, резервная копия делается для флешек, в виде изообразов, которые всегда можно записать на флешку, и прямо с флешки загрузиться и восстановиться или записать на любой другой компьютер, и в своем собственном формате, который большой, в среднем от 7 до 9 гигабайт настроенной системы, который можно хранить на любом разделе вашего жесткого диска или на внешнем жестком диске, можете хранить даже на облаках, роли не играет. Значит, я сейчас просто хочу посмотреть, будут или нет кракозябры в этой программе, а для этого, значит, позволит или нет мне терминал установить программу VirtualBox. Так, давайте-ка посмотрим. Так, давайте проверим. Ну, вот здесь рекомендация, что вот это вот расширение еще добавлять. Вот, я его скопил, добавлю вот сюда. Откроем терминал. Ну, и попробуем установить, пока идет создание копии, мы заодно виртуальную коробочку попробуем поставить, при помощи которой и будем получать. Ага, так пишет блоки. территория заблокирована, но это ясно. Пока программа SystemBug копию не сделает, мы установить виртуальную коробочку не сможем. Ну, тут придется просто-напросто подождать. Итак, программа SystemBug закончила создание резервной копии. Занимает она около 2 гигабайт, но нам сейчас важно проверить ее на виртуальной коробочке, будет или нет нормально показываться меню загрузки. Или иначе это составить Андрея Обчарова файлик. Ну, что, откроем терминал и заведем в него вот эту вот команду. Вот она. Пароль заведем и пусть она себе все устанавливает. Enter метр. Ну, а теперь проверим у LinuxMint есть такая опция хорошая в других операционных системах рекомендации попробуем их сюда завести будут ли даны какие-нибудь рекомендации какие-нибудь пакеты, которые необходимо ввести а их вот тут целая куча ну давайте послушаемся систему вот так вот возьмем, скопируем и вставим их нажмем Enter и пусть она их доустанавливает ну вроде бы как все установилось ну что всегда в любом деле доверяй, но проверяй пойдем в администрирование так тут я не вижу вот она программка ну давайте ее пока добавим на панель допустим посмотрим что к чему и запустится ли она вообще ну вроде бы запустилась давайте тогда проверим изобраз, который мы создали при помощи ProtamSystemBug напишем тест выберем систему Linux ну и пойдем вот тут я выставляю значения близкие вот такие вот вот совсем соглашаюсь вот тут переменю язык и напишу по английски тест создать ну и теперь поднастроим имя значит опять таки будет тест система тут процессора я выставлю у меня их 4 я выставлю 2 процессора здесь сделаю чуть-чуть поменьше нагрузку дисплей тоже выставлю на максимальные значения а в носителях вот укажем образ который мы создали при помощи программы SystemBug так так поищем файл система Home вот она откроем окей ну и проверим давайте вот видите то что я называл и называю крокозябрами то есть она то будет грузиться сборка все будет нормальная но такая вот будет очень некрасивая менюшка поэтому я все это дело закрываю тут делать больше нечего и будем ставить файлик Андрея Овчарова вот оно вот по такому интересному адресу копируем выходим выше 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 вот идем user не user а user share вот здесь ищем SystemBug в самом низу и вот здесь в языках просто берем вот так вот его видите ставить не дает открываем корень ставим пароль ледяничку берем и вставляем этот файлик просит заменить да заменить вот это вот маленькая операция по прививке значит закончена теперь мы снова идем в программу SystemBug заводим пароль и идем в создание так ну давайте еще раз перепроверим все в настройках все у нас нормально так идем в создание системы Leaf эту мы выбираем потому что у нее в меню кракозябры и создадим теперь новую да вставлено меню от Андрея Вчарова оно будет выскакивать на английском языке но к крайней мере кракозябров не будет а все остальное у вас будет скажем так на русском языке все внутри с этим я думаю смириться можно итак создание образа закончилось ну давайте проверим образ откроем программу виртуальную коробочку здесь у нас практически все поднастроено единственное поменяем носители вот этот носитель я сейчас выберу вот его откроем ну запустим ну как видите менюшка сразу появилась наверное нормальная без кракозябров на английском языке нажимаем enter и ждем загрузки системы если образ создан правильно значит программа SystemBug всегда сможет вам создавать живые изообразы настроенной системы и поэтому вам не нужно будет каждый раз устанавливать устанавливать перестанавливать систему если вам необходимо будет вернуться в тот момент когда все было настроено нормально и работало давайте посмотрим ну правило номер один если изообраза грузится на виртуальную коробочку значит образ был сделан правильно создан и может быть записан на флешку а с флешки значит на любой раздел жесткого диска или можно на флешке работать с ним как с полноценной операционной системой со всеми установленными на нем программами и так по систембаке виртуальной коробочке надеюсь я вам рассказал достаточно подробно теперь попробуем значит мне тут хотелось поставить оконочки не знаю будут ли на библиановских на библиановских вариантах они работать ну давайте посмотрим пароль заведем единичку пишет не поддерживается ну что тут сделать жалко конечно ну попробуем итак установка конки менеджер вызвала ряд проблем пока я не нашел вот эту вот команду в интернете значит тут для 32-битной сборки и для 64-битной сборки вот я постараюсь вот сюда вот это дело сейчас поставить вот таким вот образом и побольше сделаем размерами вот надо искать такой вам файлик для 15-10 его запустите он установится с проблемами зайдете в синаптик и там сделаете обновление и исправить пакеты с ошибками после этого программа конки у вас будет работать нормально будет она работать вот так и так как настроить конки ну первое стоим на конках вот я выбрал снизу справа вы можете выбрать как угодно снизу слева там сверху там любое положение сеть вот для того чтобы знать свою сеть надо в терминале завести эту команду iwconfig и вот он мне показывает в lan 0 вот в lan 0 у меня и установлено пишу применить и вот видите уже циферки там побежали начали меняться ну и здесь я делаю еще что всегда стартовать автоматически я люблю когда у меня вся необходимая информация о моем компьютере перед моими глазами то есть какие программы используются насколько как состояние файла подкачки свободное пространство сколько у меня осталось и так далее вот таким вот образом значит если я допустим здесь нажму обновить ну вот видите побежали циферки по экрану все работает все нормально версия LMDE 2 дети все указано ну время работы вот два часа я тут сижу уже потихонечку все это дело настраиваю но скажем так с коньками действительно некоторая проблема есть здесь не просто поставить а придется вам это самому поискать там и поднастраивать вот ну или качайте готовую сборку тут уже все установлено и настроено что еще обычно я всегда ставлю я люблю ставить кайродок почему потому что ну вот видите верхняя панель она уже почти что у меня перегружена а так кайродок взяли поставили как говорится и нет проблем ставить его можно и при помощи команды можно значит кайродок поставить через менеджер пакетов или через менеджер программ без особой как говорится разницы вот ну для разнообразия ну давайте вот я сейчас пакет открою какой-нибудь а вот у меня меньшим программ вот напишу я кайродок вот пишет установить пакет правой кнопкой отметь для установки да ради бога применить вот и пусть он его как говорится берет и ставит штучка хорошая место занимает немного верхнюю панель хорошо разгружает да и на нижней панели у нее очень хорошо и красиво смотрятся значки запуска самых различных программ ну что программа установлена давайте проверим меню все приложения вот кородок так давайте я его сначала закрою и сделаем вот что кородок добавим на панель значок и помещу я значок куда-нибудь сюда рядышком вот таким вот образом ну вот теперь значит вот это вот я справку всегда убираю бесполезная галочка отмечаю согласие вот смотрите как у нас это дело будет выглядеть вот я выхожу из конки вы допустим зашли в компьютер вот у вас верхняя панель вот у вас конки вот нажимаете на эту кнопочку запомнить запомнить мой выбор yes все иконки у вас уже иконки кородок загружен единственное что я делаю я перемещаю переключатель вернуть на панель вот и помещаю его сюда вот куда-нибудь в самый конец вот и все все остальное я настраивал уже в том порядке как мне нравится ну допустим вот я не могу допустим перетащить значок и поставить сюда но я могу сделать значок допустим виртуальной коробочке утилиты что там у нас встал не отпуская ее тащу виртуальную коробочку вставлю сюда все она встала значит отсюда ее тогда уже можно удалить то же самое я удаляю отсюда значок программы систем баг значит иду сюда вот в системных программах и беру его перетаскиваю и ставлю рядышком с ратвальной коробочкой то есть я вам показываю как добавлять а вот как убирать значки которые вам не нужны вот удалить подтверждение и значок убирается из кайра дока вот допустим менеджер пакетов есть а менеджер программ допустим нет дальше допустим программы почтовиком лично я практически не пользуюсь я ее убираю вот смотрите как это дело делается музыкальным проигрателем да тоже я особенно не пользуюсь а вам оставляйте то что вам нужно то что чем вы чаще всего пользуетесь или да вы гуляйте сюда то чем чаще пользуетесь пиджином тоже я практически не пользуюсь ну и уберу я его что мне тут место будет занимать а вот допустим программа черри 3 она у меня установлена значок у меня есть ее на верхнем меню так вот эту параметры я удалю ну вот примерно так да хорошо давайте значит поставим еще ряд программ значков интернет teamviewer я его обычно ставлю рядышком вот сюда пусть они рядышком стоят дальше что еще из интернета ну мега она и так будет запускаться автоматом ну практически тут больше я пока ничего особого добавлять не буду аудио видео вот аудио видео допустим программу simple screen record вот так я взял левой кнопкой мышки нажал не отпуская ее и тащу ее вот сюда вот и она у меня уже будет здесь сидеть как говорится как миленькая ну что к программам для записи с экрана значит мы установили хороший значит simple screen recorder нужна программа для проигрывания видеороликов и нужна программа для редактирования видеороликов очень просто дело делается вот открываем менюшку идем менеджер программ менеджер и программ сейчас поищем программу open shot это очень хороший редактор видеофайлов нажмем установить ставится он быстро вот идет загрузка и процесс установки итак программа установлена ну давайте ее запустим и вот типичная значит ошибка при установке вернее не хватает одного плагина плагин называется free 0r вот оно вот просто нагло берете его вот так вот копируете закрываете программу и вставляете сюда название этого плагина вот так enter вот он сидит голубчик и что остается сделать просто установить его ставится он моментально в лед а мы тем временем значок программы возьмем и перенесем поставим рядышком вот здесь вот таким образом плагин установлен ну давайте проверим как он работает вот пожалуйста все никаких сообщений там не выскакивает добавить допустим файлики для редактирования вон открыли открыли видео тут этих файликов там куча всяких вы можете взять допустим парочку там добавить для редактирования ctrl а выделить все правой кнопкой мышки добавить на шкалу панели добавили вот они все встали здесь берите там что вам угодно там как нравится делайте можете там взять кусочек вот здесь отрезать который вам допустим не нужен взять его удалить взять этот перетащить сюда можете там взять вот этот кусочек допустим убрать вернемся на стрелочку вот можете вот так да то есть пожалуйста можно свои файлики композиции там резать склеивать как вам нравится хороший и добротный видеоредактор значит ну что я закрою без сохранения две программы есть еще одна важная программа и мы можем ее здесь поискать вот такая программка называется она S M Flair тоже очень хорошая программа которая позволяет проигрывать самые различные видеоролики вот взяли ее нажали установить пусть она себе ставится программа установлена вот появилась галочка кликаем по ней и проверяем как работает программа первый раз когда запускаем ее сразу открывается менюшка со всеми там подробностями со всеми новостями по этой программе вот и все значит просто-напросто берете эту вкладочку закрываете вот и пошли сюда тут значит варианты там всякие ой где-то у меня там даже было есть очень хорошая опция по F11 она называется по клавише или вот здесь пишет smtube не установлен ну давайте значит тогда попробуем поставить smtube вот я пишу smtube ну давайте его поищем вот вот эта программка давайте ее поставим эти программы как говорится ходят рядышком и взаимно друг друга очень и очень дополняют ну вот дополнение установлено что мы сделаем значит я возьму программу смплеер и перетащу и перетащу поставлю рядышком вот здесь то есть программа для записи с экрана программа для проигрывания видеороликов и программа для редактирования смплеер запускаете вот идете на этот значок и вот здесь можете поискать там самые различные там видеоролики на трубе там или еще где-то вот нормально все работает в данном случае не знаю что там ну по крайней мере у вас скорее всего все будет нормально так дальше также поставим программу для редактирования звуковых файлов называется эта программа а у да сети вот таким вот образом она называется тоже очень хорошая и толковая программа позволяет редактировать самые различные типы звуковых файлов и записывать звуковые файлы так что тем кто занимается звукозаписи я рекомендую с ней подробно ознакомиться программа простая в использовании в настройках если уж в видеороликах очень много шума я иногда помещаю их в эту программу отсекая ненужное как говорится но это я редко делаю лень вот а так программа хорошая всем рекомендую сейчас мы ее установим и перетянем значок рядышком с океншотом поставим программа установлена и возьмем ее значок и перетащим его поставим рядышком вот здесь то есть вот основные программы для записи видеороликов для записи экрана с экраном для проигрывания для редактирования видеофайлов и программа для редактирования звуковых файлов опять таки повторяю ставьте эти программы только те кому это нужно сборки они присутствовать будут но не называйте сборку новогодней елкой а эта сборка сделана для людей у которых просто нет времени самому заниматься всеми этими настройками если у кого-то ручки тешутся пожалуйста вот есть мои видеоуроки где показывают установить ту или иную программу и делайте по ним все сами значит проверка любого из образа который вы скачали то ли от меня то ли официальный образ всегда производится по вашим правилам если образ запускается на виртуальной коробочке ну значит все нормально не запускается несколько вариантов или программа для скачивания образов дала какой-то сбой или сам образ битый как поступать в таких случаях знаете сами решайте сами ну ладно пойдем дальше я обычно люблю перетаскивать системный монитор вот сюда так стандартный системный давайте посмотрим он не он сейчас глянем нет это не то так вот возьмем этот значок и поставим рядышком с терминалом тоже позволяет частенько отслеживать необходимые процессы вот здесь я всегда ставлю еще рядышком с менеджером пакета синаптик я ставлю менеджер программ ну где ну наверное вот менеджер программ вот его значочек я просто делаю вот так сделать значком запуска все я его убрал закрыл вот он у меня здесь сидит и его рядышком ставлю с синаптиком то есть две программы тоже которые входят скажем так парой систембак лучше ставить рядом с виртуальной коробочкой потому что образы которые вы будете создавать вы будете сразу проверять на виртуальной коробочке то есть я ставлю все это не в разброс а ставлю по определенному порядку который уже у меня определился и с которым мне привычнее работать вы будете делать свой порядок я сделал вот что значит вот я выйду специально из программы пойдем сюда вот здесь автозагрузка конки автоматом так mint update вот это вот меню приветствую я вообще удаляю видите коробок у меня здесь в автозагрузку не поставлен то есть будет загружаться компьютер вот у вас будет так выглядеть экран нужно будет дополнительную панель вспомогательную вот так вот нажмете она всегда у вас будет под рукой вот таким вот образом ну ладно смотрим дальше сейчас давайте поставим программу называется на Ubuntu Cleaner ну может быть и здесь этот дебяновский файлик у нас заработает давайте посмотрим что есть варианты ну если есть варианты так и ладно и просит сразу можно открыть пакет ну давайте откроем я вот этот установщик уберу вот смотрите вот приложение вот личные вот системные там всякие штучки это вот весь тот мусор который говорится накопился накопилось его уже порядочно делаем отметку нажимаем кнопочку очистить набираем единичку и пошла очистка все ваша система очищена вот этот значок я делаю значком запуска потому что где-то раз там две-три недели весьма рекомендуется очищать систему от всякого мусора очень простая и хорошая программа программу поставили ну я ее уберу вы можете когда-нибудь на кладовочку положить также мне очень нравится программа alarm clock не знаю будет ли она здесь работать да ради бога какая-нибудь разница откуда ее ставить в отличие от всех других программ она позволяет установить как говорится сигналы тревоги там или разные музыкальные мелодии на любой день на любой месяц на любой год вот в чем ее ценность значит alarm clock вот я ее запускаю и вот здесь в параметрах я сразу выставляю минимизировать при запуске и стартовать одновременно со стартом системы это первое дальше какую-то хотите создать звоночек вот сейчас конкретно мы поставим на 8 минут звоночек я да дальше на один день а можете пойти выбрать любой год любой месяц любой день недели и все дальше значит уведомлен идем на уведомление значит показывать пассивное всплывающее окошко да ради бога можно и так сделать окно диалога во время события да ради бога ну допустим мы так вот сделали и через там 15 секунд что-то там должно у нас зазвенить давайте послушаем посмотрим пока я просто вот закрою окошко вот таким образом звучит этот арм вот таким образом звучит эта тревога закрыть взяли нажали вот здесь все остановили можно таким же образом подключать сюда и музыкальные файлы там песни вам будет во время определенного события проигрываться там звуковая мелодия или песня вот здесь дело делается в уведомлениях идете в параметрах выбираете файл из скачанных вами там допустим из музыки и подключаете его и тогда вместо звоночка у вас будет играться музыка или песня очень хорошая и толковая программка и слава богу что она на этой сборочке работает так теперь поставим программу которую я очень люблю значит эта программа я называю ее поставим еще простенькую программку паром мы скачали это чтобы как говорится было не скучно и можно было во время загрузки там длинных файлов или выполнения какой-нибудь там тупой работы чтобы можно было периодически поглядывать на окно экрана и узнавать там скажем последние там новости и прочее русские украинские да редкие штучки кто за него пойдет и белорусские каналы так что могу рекомендовать тоже хорошенькая простенькая программа как видите работает нормально вот поставили сейчас мы теперь мы поговорим снова до настройки браузера google chrome вот такая вот есть финтифлюшечка настройки расширение и вот в эти расширения я просто волоком хочу перетащить один файлик который называется вот helper last cx так берете и перетаскиваете примет он его или нет установить установки этого расширения вы можете скачивать любой видеоролик с youtube с youtube довольно таки приличном качестве 720 ну и можно выбрать варианты как говорится там и пониже сейчас посмотрим вот еще там это все в сторону ухудшения максимальное разрешение он дает 720 ну что сказать это много или немного это нормальное разрешение для просмотра скажем нормального видеороликов там не супер бупер качество но тем не менее позволит вам скачивать видеофайлики вот видите как дальше что хотел сказать значит у меня в моих видеороликах сейчас попробую показать так давайте ко мне глянуть ролик большой на 2 часа и 40 минут долго но когда откроете менюшечку вот так где написано еще там или мо то увидите под ней раскрывающиеся скажем так менюшку и раскрывающиеся менюшки будет подробное оглавление видеоролика не надо рыскать по всему видеоролику а навели конкретно на тот фрагмент видео которое вас интересует кликнули по нему и сразу оказываетесь на том месте видеоролика которое относится к данному разделу вот это существенно сокращает поиски по большим и длинным роликам сделано специально для пользователей поэтому могу вам рекомендовать ну вот опять скачаем дебеновский файлик опять таки пишет что может вред нанести знаем про этот вред значит сейчас скачаем еще один загрузчик видеофайлов он позволяет скачивать файлы в более высоком качестве особенность какая единичные файлы скачивать дает пакетами там нужно небольшую плату произвести но практически если скачиваете там по одному по два файла то вам этого хватит за глаза и за уши вот запускаем его вот так он выглядит а вот смотрите я допустим беру вот копирую ссылку иду в загрузчик видеофайлов и вставляю эту ссылку и вот он сейчас ее будет анализировать дамы в качестве 1920 на 1080 вот в таком вот если скачивать его это займет 737 мегабайт в качестве 720 это займет 470 ну и соответственно нажимаю необходимое качество нажимаю на загрузить и пошла загрузка файла то есть вот теперь файлы с видео с трубы различные видеоролики вы сможете уже спокойно как говорится скачивать и у вас будет выбор загрузчика или же значит загрузчик вот простенький такой ну или 4К видео даунлодер видео загрузчик где у нас тут сидит он так здесь я не вижу в интернете да вот вот я его рядышком помещаю ну где ну вот здесь помещу рядышком с браузером вот таким вот образом то есть у вас имеется скажем так две опции значит ну что давайте посмотрим что еще у нас осталось установить телефонные звонки и сообщения на вашем мобильном телефоне которые к вам идут на рабочем столе компьютера вот его запускаете вот так выбираете марку своего допустим там мобильного телефона открываете в мобильном телефоне это приложение справа там будет вверху менюшка в нем выбираете веб откроется тут же камера наведете ее вот на этот штрих-код оно все это там защелкнется у вас и у вас уже будет полная синхронизация с вашим мобильным телефоном то же самое по вайберу две очень популярные во всем мире программы которые практически частенько вам нужно бывает а так то телефон стоит на зарядке то еще что-то да они у вас как говорится стоят работают в ждущем режиме принимают сообщения принимают звонки так же как и skype сейчас мы поставим еще вайбер вайбер ставится точно по такому же практически признаку принципу так же будет окошко со штрих-кодом вот надо у себя на мобильнике значит запустить приложение выбрать там чтобы камера там работала если у вас там установлен на мобильном значит там да код вашей страны появляется штрих-код она защелкнется все и все будет работать нормально ну что Dropbox тоже очень скажем так популярный популярная кладовочка правда очень небольших размеров ну славится своей надежностью вот так что поэтому не буду я тут особенно вам что-то говорить вот тут заведетесь скачаете заведете свои данные если вы зарегистрированы если не зарегистрируетесь и у вас будет еще одна кладовочка вот таким вот образом ну на меню на русском языке вход и выход тоже значит вставляются вот эти два звуковых файлика вот они вставляются они как ну вот копируются путь у них только по-моему длинный ну давайте посмотрим настройки звука звуковые эффекты и вот можем посмотреть где находится этот файлик так ше а юзер ше минт артвок юзер ше минт артвок так юзер ше минт артвок вот здесь идем звуки и сюда значит пытаемся вставить он не дает открываем в корневом режиме и вставляем два этих файлика русские приветы пока на входе а теперь занимаемся очень просто значит вот здесь вот логин ру раз и выхожу из санумона логаут ру ну и проверяем как оно все это дело будет звучать на входе а это как будет звучать выход вот практически два файлика мы как говорится привили туда куда нужно значит поэтому значит вот это все хозяйство я убираю значит ну что скажу ну в послесловии я хочу сказать следующее поймите во всех своих видеороликах я в основном стараюсь показать свои подходы по установке той или иной операционной системы проблему с которыми допустим я сталкивался при настройке и подгонке под себя вот я на них подробно рассказываю и показываю значит сборки это уже скажем мой готовый продукт еще раз повторюсь не требуйте ни от меня ни от моих сборок чего-то там супер-бупер значит не нужна какая-то скачаем дворку а вам там пару программ или там даже 5 или 10 программ не нужны вот есть меню вот допустим зашли в интернет я практически не пользуюсь GexChat вот опция удалить нажали окей и программа будет удалена пошли дальше я практически не используюсь программой вот почтовым клиентам правой кнопкой удалить убрать вот пишет что супер-буд менеджер не идет что-то там ей не понравилось да ради бога вот набрали СУ вот супер-буд менеджер удалить убрать все значок взяли допустим убрали вот отсюда отметили галочкой взяли потом запустили пылесосик отметили галочкой то что вы хотите там почистить нажали очистить завели пароль и он вам как говорится ваши там грехи почистит и вот такой вот видите рожица улыбающаяся значит все у вас нормально вот таким вот образом все это дело делается как как немногие пользователи говорили что гораздо проще скачать вашу сборку удалить из нее ненужные программы поставить свои чем скачать официальный образ и его настраивать собственно говоря мне это все равно выбирайте там сами какой путь вам нравится времени нет лениво качайте сборку время есть ручками хочется поработать пожалуйста вот видеоролик есть я уже показал что под моими большими видеороликами открываете менюшку и там по пункту будете отсылаться каждый раз на необходимый отрезок видеоролика вот и в этом отрезке видеоролика всегда уже сможете вот выбрать тот раздел который вы хотите просмотреть ну вот и сразу будете на него как говорится попадать и смотреть его то есть вот казалось бы ролик 2 часа и 40 минут а на самом деле вот пожалуйста есть меню и из него выход на любой интересующий вас раздел поэтому значит вот еще раз повторяю что вариантов здесь много можете скачать официальный образ можете его настраивать можете скачать допустим мою сборку ее там короче без лампочки берите и занимайтесь вот ну Linux Mint да и вообще Linux штука хорошая обладает очень большими возможностями при настройке поэтому я вам это просто могу порекомендовать вот кто хочет иметь как говорится вот настроенный собой и под себя компьютер который у вас не клянчит денег там на программное обеспечение чтобы вы заплатили не нужно вам искать никакие ни кряки ни сиренники ни пароли ничего вот пожалуйста нормальная операционная система и Linux очень много и каждый может подобрать и выбрать для себя то что ему нравится и пользоваться на здоровье так что еще раз напоминаю о таких вот нюансах ну ладно до встречи и всего доброго желаю всем удачи всем удачи всем удачи всем удачи